Хлебом не корми, дай зайти в подвал. Конечно, туда-то нам надо. Там воняет тухлячком. Всем привет, рада видеть вас на моем канале Телекоплей, я Наташа. Мы продолжаем с вами играть в игру, которая называется Alfred Hitchcock Vertigo. Это игра про писателя, который испытывал польский кризис, к нему в дом пришла женщина и началась какая-то там любовь. Вот, здесь немножечко нелинейное повествование, потому что мы одновременно находимся в настоящем и в прошлом, и, наверное, еще где-нибудь будем находиться. Но мне игра понравилась, по крайней мере, по первой серии. Если вы ее не смотрели, то посмотрите. Но мы с вами продолжаем быть на сеансе у психотерапевта. Если что, психотерапевт это вот эта вот прекрасная женщина. Поехали. А потом, это мы рассказываем, как мы провели вечер. Я не думаю, что мне стоит вдаваться в подробности того, что произошло дальше. Они потрахались. А, дело ваше. Это ваши воспоминания, решайте сами. Ладно. Лучше я не буду удовлетворять ваше нездоровое любопытство. Ладно. Но все же есть кое-что, что я хочу узнать. Вы помните дату, когда это произошло? Я даже сегодняшнюю дату не знаю. Наш мозг собирает намного больше информации, чем нам кажется. Посмотрите сюда. Нет, нет, вы хотите меня загипнотизировать. Я думал, что ж Роберта нанял профессионала. Чем дольше вы сопротивляетесь, тем дольше будете меня видеть. Нормально, не закопала, а урыла. Ну, давай, отец. Давайте вернемся к тому дню. В прошлом вы написали роман, но с тех пор с годами страдали от творческого 23 кризиса. Она так может меня загипнотизировать и больше часа этого быть. А мне надо нажимать кнопку? Вы смотрите на линию электропередачи и внезапно вас осеняет. Ваш кот прерывает вас, прося его покормить. И когда вы идете, чтобы дать ему корм, оказывается, что в двери кто-то есть. Но нас загипнотизировали. Я специально не стала препятствовать этому, чтобы узнать, что там было дальше. Очевидно, когда мы нажимали вот эти кнопки, мы типа препятствовали. Мы же не хотим препятствовать. Мы и хотим узнать, что же там было, что произошло. Что у него за беды с башкой? Ну как с бабой-то вообще в первой серии вот это вот сделать обдыщ-обдыщ, это вообще прикол. Я докормила кота. Я досыпала. Сейчас. Блин, мы не похавались с ней. Это для тех, кто, если кто не смотрел предыдущую серию, вам небольшой экскурс в историю, что было. Нам явилась деваха, которая подвернула себе ножку. Ей 23. Мы с ней познакомились, побухали, потом потряхались. Ну, короче, было очень миленько. Что-то мы, видимо, здесь ищем какие-то зацепки, судя по всему. Я оставила машину у входа в парк. А зачем мне это опять показывают? Я же это все видела. Мне не очень интересно это смотреть второй раз. Думаю, что и вам тоже. Наверное, здесь какая-нибудь дата покажется или что-то типа того. Какую-то детальку вспомнил. Скорее всего, ключи. на которых что-то написано. Я хрен знаю. Ну, сейчас узнаем. Все, игра такая. Все, я не хочу грузиться. Да, а, вот. Да, видишь? Так, РТ. Видимо, вот этот промежуток анализировать. А, это я хожу. Так, кот. Кот хавает. Почему я не видела его в доме? Почему я не видела его в доме? Он пропадет. Когда? Я еще не знаю. Кличка вашего кота Пэт. Это сокращенно от Петронии. А он тоже любит имбирный Эль, как тот, что в двери в лето? Я знаю, или тоже читаю. Так, а где вы его взяли? Откуда вы его взяли? У тети Клэр почти сразу после переезда сюда, чтобы он не был в одиночестве. А, чтобы ты не был в одиночестве. Чего вы на самом деле и хотели. А другие питомцы у вас были? Да я даже пета не хотел. Но не смог отказаться. Так, хорошо. Так, сюда, думаю, бессмысленно идти. Вино. Террен. Вы любите выпить? Вино. И никогда в одиночку. Почему? Это признак алкоголизма. Так, я больше нравлюсь людям. Я придумал. Так, у меня... Вы упомянули некоего Симуэля. Он живет в пяти минутах езды отсюда, за лесом, вместе с женой. И чего? Так, ну хорошо. Давайте анализировать здесь. Блин, ну прикольно. Мне нравится. Интересно так анализировать, конечно. Пледик. Сумочка. Вонг. Ключи от машины. Аренда в машины Вонг. Найти достоверный факт о Мэй. Лодыжка. Как это произошло? Я ее еще не спросил. Ну, видишь, достоверно. То есть, она реально настоящая, раз у нас есть этот... От нее штуки, дрочки. Так, все, мы все узнали. Вишь? Гипноз не прошел зря. Все, что надо, мы узнали. Она снимала машину. Так, неожиданный визит. Так, прожить... Анализировать. Прожить заново. Соблазнение. Сука. А нахера мне это все заново проходить? Я все это видела. Я видела, как она ее соблазняет. Я сама соблазняла ее. Я кадрила, как не в себя. Но вернее, она меня соблазняла. Лучше б еды мне дала, ей-богу. А нельзя никак скипнуть. Ну что ж, давайте пойдем в соблазнение. Так, соблазнение. Итак, поехали. Анализировать. Сейчас я проанализирую эту женщину. Сейчас я все о ней узнаю. Так, ну, бук. Я писал. Ваш творческий кризис не проходил годами. Каково это снова начать писать? Обнадеживающее, пугающее. Вы продолжите развивать идею? Посмотрим. Так. Пушетка. Вы купили ее на аукционе, так? Кому она раньше принадлежала? Первой американской феминистки, как говорил Фрэнсис Скотт. Зельда Фильджеральд? И ее мужу? Ну, неинтересно, на самом деле. Так, телефончики. Давайте посмотрим. Эд, ваш телефон включен? Да. Какая дата на экране? Восьмое октября. Вот так вот мы узнали, какая дата была. Нашего знакомства. Чем вам так не угодила психология? Если бы не моя тетя, я бы уже умер. Объясните. И Зельда, и Скотт Фильджеральда ходили к психологам и психиатрам. Он был алкоголиком, а умер от туберкулеза. А это тут при чем? У нее была шизофрения. Она погибла в огне в доме для умолешенных. Ясно. Спасибо. Ничего не понятно мне, если честно. Ну что ж, тут мы тоже закончили. Мы узнали дату, это главное. Что мы встретили Фэй 8 октября. В 9 чем-то там. Так, соблазнение есть. Ну все, мы все знаем. Прервать гипноз. Мы все узнали. Мы молодцы. Вторглись в его разум. Прочувствовали момент. Узнали все тонкости соблазнения. Как соблазнить девушку за 2 минуты? Ну что, как тебе? Все хорошо? Как я и говорил. Вы не представляете, насколько мне обидно, что ничего не получилось. Он такой скептик. Я должна была попытаться. Так что вы меня вылечили? Я здоров. Я не собираюсь вас лечить. Вы вылечите себя сами. Это как-то. Мы продолжим позже. А пока отдохните. Я израсходовала, видимо, свой час. Не любит он психологов. А кисик? Где? Куда это ты пошла? Это что за бабка? Тосты готовят. Тетя его, наверное, да? Улыбку медсестры, вырвавшей тебя из материнских рук. Свою первую любовь без сна в незнакомом доме, на незнакомой кровати, смотрящей на незнакомое тело. Потому что она криповая. Свою первую любовь без сна. Пауки выстраиваются в очередь, чтобы нырнуть в бездну твоего рта. Поздоровай с ней. О, доктор, как давно вы здесь? Только что вошла. Кто это написал? Ой, как неловко. Я просто люблю импровизировать во время работы. Может, она ему приворот готовит? А, так вот откуда это у Эды? Или от моего брата и его отца? Семейный талант. Мне кажется, она ему готовит яд. Где его отец? А, куда же я делала соус? Вон он стоит. Ну вот же он стоит. Сейчас подам. Да ну что вы. Что она какая-то темная бабка. Мне кажется, она хочет его убить. Из-за наследства. Эдди любит чили из трех видов фасоли. Когда он был маленьким, всегда просил меня его приготовить. А его родители? Не побить со мной? Я обычно ем с этом наверху, но ничего страшного. Если он разок покушает один. Кроме того, я наготовила чили на целый полк. Ну давай. Я похаваю. Я плохо переношу чили. Спасибо за предложение, но мой желудок, острая пища, не очень уживаются друг с другом. Пожалуй, мне не помешал бы свежий воздух немного передохнуть и, может быть, разобраться с кое-какими заметками. Прогуляйтесь к причалу. В это время дня там очень солнечно. Я сделаю вам сэндвич. Какая милая бабуська. Мне кажется, она что-то темнит. Что вы думаете об Эдди? Он немного упрям, правда? Скоро ли он сможет ходить? Ну, с учетом всей ситуации, он в порядке. Пока еще рановато делать прогнозы, скажем ей. Я ей не доверяю. Но я думаю, ему стоит просто сосредоточиться на своих упражнениях, так? Каких упражнениях? Ветчина, сыр, салат, томаты, майонез. Я вегетарианка. Да, только если можно, без ветчины. Не ешь мясо. Что-то она какая-то подозрительная. Что ж, если уж мне удалось помочь ему в прошлый раз, то специалист вашего уровня справится. Помочь с чем именно? С головопрогрюжением. О, я должна вам сказать, я никогда не боялся высоты, когда был ребенком. Да и какой пиратский капитан ее боится. Видите вон то дерево, где шезлонг? Раньше там был домик на дереве. Что-то нифига не понятно. Эд часами там просиживал. Домик построил для него мой брат, а потом Эдди превратил его в свой пиратский корабль. Он больше ни о чем говорить не желал. Пираты то, пираты и сё. Он был помешан на пиратах с того самого дня, как я купил ему книгу с Альгари. И месть с любовью к пиратам возник на любовь и к чтению. Ну понимаете, вот откуда его тяга к писательству. Тайна раскрыта. Я не хочу давить на вас, но... Когда у него начались головокружения? Идите скорее, доктор. А то у вас не хватит времени съесть свой сэндвич. Что-то какая-то бабулька подозрительная. Может быть она реально ему что-то подсыпает в чили, чтобы он не ходил? Расслабиться перед дневным сеансом. Поискать приятное место на свежем воздухе. Подышать, помедитировать. Пересмотреть заметки о сеансе. Пообедать. Блин, я бы не стала обедать ланчем этой безумной старушки. Так, здесь я хавать точно не буду. Я могу поесть либо тут. А могу немножко ускоряться? Либо могу похавать там. Гуси плавают. У гусей тоже, кстати, открытый рот. Озеро. Сначала ты должна выбрать камень. Этот? Джулия, солнышко. Это лучший камень для пускания блинчиков, что я видела. Хи-хи-хи-хи. Так, она тут типа жила тоже, да? Так ты помнишь, как это делать? Колени согнуть, попу выставить, руки назад, кисть расслабить, пальцы собрать. Камень как можно ниже. Смотри на воду. Резкое движение кисти и камень прыгает. Резкое движение кисти и... Не переживай. Я уверен, на следующий раз у тебя получится лучше. Да, у меня тоже было плохо с блинчиками. Ну, а потом научилась. Просто поначалу кажется, что сложно. Ну, пойдемте хавать. Вот здесь похаваем. Тут прям для нас какой-то шезлонг заботливо поставил. Подышать и помедитировать. Сейчас помедитирую. Заметочки еще раз посмотрим, что написали там. Как не стало есть этот сэндвич. Кажется, она туда что-то подсыпала. А, да. Так. Сэндвич. Телефон. Посмотреть сообщение от Лу. Позвонить Роберту. Давайте сначала посмотрим заметки. Что мы там написали. Сеанс 1. Враждебность. Эд скептически и даже враждебно относится к терапии. Почему? Он врет и знает об этом. Он боится идти с ума. Он сам от себя скрывает правду. Может быть, Клэром манипулирует? Типа бабка? Может быть, она ему что-то в детстве внушила? Клэр что-то скрывает. И это каким-то образом заставляет Эда быть крайне осторожным со мной. Вертиго. Никогда раньше не слышал о таких тяжелых случаях Вертиго. А, это так называется болезнь, типа, когда ты врешь или что? Он не первый писатель, который я знаю, преувеличивающий свои симптомы. Что преувеличивает внимание, заставит жалеть себя, сделать болезнь более реальной в своем разуме, который привык к фикции. А, типа, у него выдуманный мир, он не отличает фейк. Существует ли она? Ну, блин, ну... Она может существовать? Почему нет? Он сказал, что были ключи. Он сказал, что была дата. Она вполне может быть. Слишком много подробностей и мелких деталей, которые так ли на очмеют смысл, фейк существует или существовала. А что с тем более ранним эпизодом Вертиго и с родителями? Что-то случилось с этим в детстве, но Клэр мне ничего не расскажет. Может быть, Роберт или сам Эд, если я сумею пробиться через разведенную им стену. Я обязана попытаться. Так, ну я что-то там написала, типа, а-ля умная. Но непонятно, что там будет. Так, давайте посмотрим на сэндвич. А там жуки. Не ешь его. Я все еще не доверяю этой бабке. Мне кажется, там иголок накидали, булавок каких-нибудь, знаешь. Скорми гусям лучше. Там как раз плавают такие. С открытым ртом. Гуся. Так, посмотреть сообщение от Лу. Блин, у нее руки такие реалистичные. Поговорим вечером, если ты сейчас слишком занята. Ладно. У меня, видимо, свои какие-то проблемы. Позвоню, как освобожусь. У нее какие-то свои личные еще проблемы в жизни. С татухой он сидит. Ну ладно, давайте позвоним Роберту. Скажем, Роберт, ты представляешь? Была у них дома, а там какой-то трэш. Набранный вами номер в данный момент недоступен. Уехал куда-то погасить. Ну, либо батарейка села. Ну ладно, ничего страшного. Зато я похавала. Потом как прижмет, посрать. Опа. Кто это там? Неизвестный номер. Ну давай. Алло? С кем я разговариваю? Доктор Ломас? Кто это? Я Шериф Рейс. Ваш номер дал мне доктор Леннер. Здравствуйте, Шериф. Послушайте, я не хочу заставлять вас нарушать конфиденциальность ваших сеансов с пациентом. Но если в ваших беседах с Миллером что-нибудь всплывет, в отношениях Эда ведется расследование? Он-то подозревается в совершении преступления? Нет, не совсем. Если я верно понимаю, я не совершал никаких преступлений. Ну, это нам предстоит выяснить. Так, вы мне поможете? Я ничего не обещаю. Я не могу вам ничего обещать. Я все понимаю, доктор. Меня устроят даже самые незначительные сведения. Так, ну-ка иди-ка в жопу. У нас и так проблем выше крыши, а ты тут к нам лезешь со своими вот этими вот непонятными настроениями. Не надо, я вообще-то врач, я специалист и не должна. Может быть, кто-то что-то видел? Я сейчас еду к его соседям. Франклином? Ник, ты там как? Извини, мне пора. О, еще один персонаж. Ну что на сей раз, Адам? Скажи, что ты видел мой мейл с вариантом лозунга. Да, дружище, все здорово. Даже не знаю, как он мне больше понравился. Мне нравится шестой. Эммм, а что там было? Голосуйте за шерифа Рейса, скользкого ублюдка, который знал бы, что лозунгов было только три, если бы прочитал. Адам, я что, должен сказать твоим дяде и тете, что ты не научился уважать старших? Ты уже на ранчо? Подъезжаю. Если кто-то спросит, суббот вечером я работал, ладно? Ладно. Я пропустил ежемесячный обед. Здравствуй, Сэммюль. Вы в курсе, что ваш племянник скользкий ублюдок? Ты не посмеешь. Адам, я гляну мейл, как только интернет будет ловить, лады? Ну, мне пока нравится. Хорошо, прям что-то какие-то персонажи, какие-то там эти самые, думать что-то надо, немножко так что-то там анализировать. Прикольно. Я такое люблю. Мы приехали на какую-то ферму. Еще одни какие-то персонажи будут. А сейчас, прикинь, здесь Фей живет. Ну, вот тебе и не настоящая женщина выдуманная. Она вполне себе реальная. Кукусики. Тут кто-нибудь есть? Да у него шнобель. Что-то как-то, как будто бы никто и не рад мне поговорить с Эммюлем Эстером Франклином. Пикап. Так, перемещение, чтобы заставить персонажа двигаться. Спасибо. Ключ. Зажигание оставили. Что-то здесь неладно. Что-то какая-то херня. Надеюсь, мы никого там не найдем сейчас с Эта прибитого. Адам, вы с дядей в ближайшее время собирались на рыбалку? Нет, а что? Он не приглашал меня с тех самых пор, как я рассказал им о Марселу. Ничего, просто любопытно. Честно говоря, пожалуй, она и к лучшему. Ладно. Хорошо. Так, я теперь умею бегать. Трактор. Осмотрим трактор. Мы бдительный полицейский. Мы осматриваем каждую мелочь. Потому что в интересах же следствия. Найти все необходимое. Так. Шахматная фигурка коня. Ну, пожалуй, это все. Я пока не думаю, что есть смысл идти там что-то с ними пока что болтать. Ага. Ангар раскрыт. Что-то там, наверное, нехорошее в этом ангаре произошло. Сейчас побегаем здесь. Так, что тут у нас? Телефонная распределительная коробка. Она вскрыта. А с таких раньше звонили... Что-то, наверное, убийство произошло. Провода повыдергивали. Не, не надо. Не рассказывай пока. Мало ли, может, енот пробегал. Это же действие наверняка где-то в Америке происходит. Ну, скорее всего, просто кто-то что-то это самое... Енотик какой-нибудь там прибежал. Помахал этой своей головкой. Так, сейчас чуть-чуть вот здесь посмотрим, что у нас тут есть. Сарайчик. Музыка такая, как будто что-то плохое произошло. Ладно, давайте войдем. Чего? Они тут что-то варят? Сэмюэль, вы здесь? Это я. Шериф Рейс. Чего-то как-то... Обыскать амбар. Подожди. А почему? А в доме кто-нибудь есть? Шериф Рейс. Никто не отвечает, да? Чего-то какая-то нехорошая херня, видать, произошла. Вот тебе и прикол. И... Да... Сейчас что-то мы, видать, найдем с тобой. Да не, ну тебя бы уже открыли. Видишь? Значит, пошлите туда. Давайте обыскивать амбар. Где ты такой шустренький? Ой-ой-ой. А, оно живое. Мне кажется, коня никто давно не кормил. Он какой-то худой. Весь в говне. Худой. Их что-то давно не было. Он тут при смерти, конь. И сколько времени ты уже так... Воды нет. Блин. Я тебе сейчас наберу водички. Черт. Все очень плохо. Коня никто не кормил. Не поил. Значит, какая-то хуэрга произошла. Помочь лошади. Дайте ей воды. Лошадь. Ооо, бедный. Эй, мальчик. Так, покормить ее. Дать ей воды. Так, давайте посмотрим, где вода. Так, водичка. Весь в говне в каком-то. На здоровье. Так, покормить лошадь. А что едят лошади? Лошади едят овес. Правильно? Сейчас надо найти здесь где-то какую-нибудь корму или что-то типа того. Инструменты. Вроде бы все на месте. Главное, что топор на месте. Лопата на месте. Видишь? Так, это вот эта вот, да, наверное, еда? Морковка. Пойду покормлю лошадку. Ну, они все погнившие в овощи и фрукты. На. Тихо, тихо. На. Покормить лошадь. Покормить лошадь. Торопиться некуда. Набирайся сил. А он разве от одной морковки наберется сил? Давай еще ему дадим. Мне кажется, от одной морковки ему ничего не будет. Хотя бы две. На тебе еще морковку. Хавай. Наверное, ему можно бесконечно кормить, пока он не лопнет. Все. Ладно, давайте третью дадим, чтобы завершить. Типа, апофеоз с морковкой. Потому что три морковки лучше, чем две и чем одна. На. Твоя последняя морковка на сегодня. Пир, вот, получено достижение. Вот. Я так и знала, что не надо сдаваться, чтобы получить достижение. Во, видишь, ему хорошо. Ну, а что он такой худой сидит? Конечно же, он хавать хочет. Так, ну, пойдемте. Что это? Показалось, что что-то это сверкнуло. Так. Верстак. На верстаке бензопила. Что бы это ни значило. Прям такая какая-то детективная история началась. Очень страшно найти трупы сейчас какие-нибудь, знаешь. Неприятно будет. Веревка. Перчатка? Чего? Что за прикол? Что это его перчатка тут забыла? А где хозяин перчатки? Совсем мне это не нравится. Там еще выше есть подъем. Охренеть. Охренеть просто. Так, подождите-ка. Я сейчас вот сюда в окошечко посмотрю. Окно. Адам. Минутку, Ник. Там, там. Все, я здесь. Я в порядке. Большое дерево в поле за амбаром. Кто там похоронен? Мой кузен. Леонард. Я его не знал. Когда он умер? Лет 50 назад. Он был мертворожденным. Тетя тоже чуть не умерла. Я пришлось удалить матку или яичники или что-то там удалить. Ты здесь, Ник? Ох, какой ужас. Спасибо, дружище. До встречи в участке. Сейчас еще окажется, что это его какой-нибудь ребенок, потому что он спал с тетей этого своего напарника. Но это так. Лишь мои предположения. Я не знаю, как там по факту. Так, пошли на крышу. Охренеть, амбар здоровый. Просто. Так, вторая перчатка. Неужели он сорвался с крыши? Ну и... Нахера? Ну, прикольно. Ну, осмотрела я амбар. Поговорить с Сэмюэлем. Да как, где этот Сэмюэл-то? Он со мной не разговаривает. Может, он сейчас откуда-нибудь там приехал? Может быть, в командировке был. Ну, а жена его? Они что-то, наверное, вдвоем живут на этой ферме? Держат ее вдвоем? Что-то куда-то все так запропастились. Бедная лошадь непоянная, некормленная. Так, ладно, кобылка. Ник, слышишь меня? Хочу напомнить, что у тебя через полчаса встреча с мэром. О, нет. О, я слышу, это Фрэнклин. Как он там? Мне кажется, твой дядя не очень хорошо о нем заботится. Серьезно? Старик начал терять хватку. Ты же приедешь вовремя, да? Лучше тебе пойти вместо меня, хорошо? Опять? Скользкий ублюдок. Ну, блин, чувак. Тут у нас какая-то проблема. Очевидно, что что-то произошло. Так, не понял. Поговорить с Эмюлисом и Эстер. Да как мне с ними поговорить, когда они со мной не хотят говорить? Так, открыть. Я полицейский, мне можно так делать. Без ордена, без ордера. Что, закрыто? Войти. Мы все наружу сделали. Ой, сейчас кто-то здесь мертвый лежит. Стоп, родс. Обыскать нижний этаж дома, ОФП спросил. Яичко, кстати, ничего, держится. Блин, вот, наверное, в таком маленьком городишке сложно людям, потому что, ну, когда какая-то херня происходит, ты, типа, всех так или иначе знал. И, типа, ты такой, вот этого убили, и ты его знал. И ты такой, ёпта. И все. И грустно. Слушай, ну, тут никто не лежит. Это не ограбление. Значит, что-то другое произошло. Я так нетерпеливо это все делаю. Ой, не спеша так все делаю. Потому что все в интересах следствия. Сейчас вот сюда еще подойдем, посмотрим. Нет, здесь ничего нету. Тогда пойдемте тут. Что же с ними произошло? Ага, туалет. В туалете течет кран. Возможно, им недавно пользовались. Ну, чтобы им не платить за ЖКХ. Вот это вот все. Закрою до конца. Я ж шериф, я бдю. Мне же интересно, что там у людей происходит в железне. Бабка тут шила. Вышивка. Наш ангелочек... Помог с нами. Мог бы быть с нами или что? Может быть у них какая-то бытовая ссора произошла? Ой, херово, ой, херово. Не надо, не надо. Что ж там такое? Нет. Не смей, не смей. Не надо. О, боже. Что ж там произошло? Мертво? Живо? Что? А может они уехали? Это будильник, наверное. Типа, просыпайся. Надо выключить музыку, я считаю. Нормальный у них будильник. Так, подождите. Там кто-то по-любому прячется. Я хочу сейчас немножечко вот сюда сходить. Посмотреть фотографии. Но это семейство этих вот. Друзей его. То есть его бабушка, тетя, дядя. Это детская. Ее обустроили, когда кто-то погиб, да? Это травмированная семья. Бабка тут вот с горя шьет какую-то херню. Леонард, маленький ангелочек. Ты смотри, там на месте место. Да бабка дубу дала. Не очень приятно. Еба, психанул. Ладно. Пойдем открывать вот эту дверь. Что же тут у нас прячется? Или кто там прячется? Это главное. У меня есть пистолет. О! Еба! Ты кто такой? А? Ты что там стоишь? Зря. На! А, это просто халат. Да куда они все делись? Что за бред? Непон. Что происходит здесь? Я все хожу, ищу. Сама не знаю что. Так, давайте гардеробную откроем. Здесь у нас бабкины трусы как повалятся со всех щелей. Опа! Сундук. Еще одна дверь. Подвал. Хлебом не корми, дай зайти в подвал. Конечно. Туда-то нам надо. О! Там воняет тухлячком. Судя по его внешнему виду, и он прикрылся платочком, здесь кто-то умер. Может, током трахнуло просто кого-то. Так, обыскать подвал. Блин, ну такое себе. Не нравится мне тут. Ну, кто-то стоп-роц умер здесь. Там лежит два тела. Ник, мэр только что уехал. Рассказать тебе. Ник, все в порядке? Он думает, как ему об этом сказать. Ну, давай его. Расскажу ему. Я занят. Слышу я с тобой позже. Вот это прикол. Их кто-то убил. Их кто-то убил. Охренеть. Вот это жесть. А я думала, милая игра будет. Вот так вот. Нашли трупики. Что ж, предлагаю на этой нотке на сегодня тогда и закончить. Это было интересно. Но то, что произошло, то произошло. Да уж. Я немного в шоке. Пишите, как вы. Даже не знаю, что сказать. В общем, увидимся с вами. Не забывайте смотреть мои другие ролики. Пока. Пока.